Всем привет, друзья! С вами я, Стримник, и в эфире юмористические новости в мире РФ Онлайн. И юмор заключается в том, что кто досмотрит этот выпуск новостей до конца, тот получит не шиша. В жизни такой бывает. Все персонажи вымышленные, все актеры, все претензии бесплатно отправляются на юг. И мы начинаем. Итак, некто Станислав Царев, он же просто царь, на банане выкачал себе топ ланча. Вот о чем свидетельствует его 72-часовой марафон. Молодец! С этим мы его поздравляем. И правда заключается в том, что он его благополучно продал. Вот так вот дела. И еще интересно то, что он его раскачивал на своем банане. Возможно, на бананах очень хорошо растут ланчи. Но это не точно. Новость номер 2. У стримера Непокмонова пропали родственники. А именно Эль Пабло Банана. Как говорят, он пошел с ними играть на проект РФ Банана, но вернулся только один Непокмонов. Был еще Purple Animaus. Куда же они делись, неизвестно, непонятно. Это, судя по всему, Purple Animaus, Animaus. Всем привет! А это Эль Пабло Банана. Месье Пабло Бананас. Самое интересное то, что, однако, сам Непокмонов правоохранительным органам не сообщил о том, что он вернулся один. И решил всячески скрыть этот факт. Непонятно, что происходит. По ему последнему стриму, по ночному замуту, он играет один. Осуждаем такое высказывание. В натуре, блядь, просто хуйню какой, блядь, зачем ты так настолько все усложняешь, блядь, где нахуй мои бананы застрим, блядь, где мой шоп застрим, блядь, куху я сейчас должен, блядь, блядь, как это меня бесит, сука, в нем, нахуй, просто бесит, блядь. Ну, блядь, нахуй, ебаный. Интересно то, что, интересно то, что он позвал, я так понял, что Олега, Олега Флема, где-то тут был Олег Флем, видимо, чтобы не было вопросов, либо стал дальше продолжать стремить в гордом одиночестве. Что-то вот это вот момент я до конца не понял, ну да ладно, а мы... А спонсором сегодняшнего выпуска новостей в мире RF Online является игровой проект RF Land. RF Online, а значит RF Land. Сажайте играть за компьютер своих мам, пап, матерей, отцов. Они, наверное, прорастут, кайфанут и вырастут в хороших людей, получат удовольствие, станут добрыми и хорошими. Еще одним спонсором нашего выпуска новостей является игровой проект RF Default. RF Default, не будь как все, попробуй что-нибудь новое, интересное и экстремальное. Ты не ты, когда голоден. RF Default, попробуй Мамонта, не будь как Мамонт. Спасибо за внимание и просмотр. А задонатить уважаемые спонсоры могут мне на Donation Alert. Спасибо, любая поддержка будет принесена мне в, так сказать, жертву в развитие. Вам же жертва, мне же еда. Большое спасибо за внимание. И продолжаем дальше. Продолжается у нас биф между непокмоновым и нейрогенезом. Да. Да. Из новостей то, что суть бифа, я думаю, вы помните, суть заключается в том, что был непокмонов прайсовик и на пятки ему наступает конкурент в виде нейрогенеза. Так как он тоже стал работать по прайсу. И, судя по всему, работать очень успешно. Пески, пески ему дать, пески ему дать. Опа, очки, ушки надели, маску надели. Красиво, люди довольны. Еще и чуча, чуча, чуча. Просто супер. Просто супер. Просто красотулечка. Далее. 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 У нас нашлись, у нас нашлись разногласия после ответки непокмонова нейрогенезу и обмена взаимных претензий. Вот что вышло. Просто. О, от этого, от этого. Я в подарок непокмонов. У меня сперма из ушей валится. Как его непоклон в уши трахает, сытом всякую дерьмище, блядь. Пиздит, ахуни, затыкается. Я полностью согласен. Кстати, самое интересное, то, что тут пошло даже в ход, дескать, сказать, народное творчество. Ну, очень даже получился симпатичный каракозябр. Но, 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 после бифа, вернее, биф даже продолжается, в дело вмешался кто? В дело вмешался продюсер Царев, он же просто царь. Стало известно, что он является владельцем ООО Непокмонов ИКО, то бишь компания. Срочно заказывает проплаченный ролик, в котором дорогие гости после праздничного стола у Непокмонова сказали всем спасибо. Берут просто и уходят. А известно, что спасибо, на хлеб не намажешь. Лиф. Лиф. Пошел вон, вон, лиф. 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 Бенефициарный владелец Непокмонова, между прочим. Как раз-таки смысл был именно в том, чтобы, чтобы показать, что вот так пригношать к себе гостей, гости едят, пьют, попьют, наблюют, руки не помоют и ноги о коврик не вытрут. В общем, негодяя один Непокмонов, царь, царь, вместе с царем, красавчик и молодец. Но, насколько удалось подмочить репутацию или нет, до конца неизвестно. Еще до меня дошла новость, что на этом царь не успокоился, решил дальше продолжать дискредитировать нейрогенеза. Стал ходить по району, ё-моё, из-за хромакея ничего не видно. И дискредитировать, и дискредитировать, угадайте, кого? Тут написано, он вам не майонез. Понимаете, да? Намек на то, что люди, которые едят майонез, не обладают какими-то большими умственными способностями. Вот такие вот пироги. Нянгкэт также все раздает пиццу своим ботам, но, к сожалению, ее никто не ест. Если зайти на трансляцию твича и потыкать по людям, у которых много зрителей, вот, к примеру, и написать, что вы победили, то, к сожалению, стая ботов не ответит, потому что в живых только один человек. Сейчас 13.57, последнее сообщение 13.41. Зрителей 21. Хороший способ пригласить работяг к себе на стрим. Буду всячески также использовать, ведь, что известно, что надо работягам. Работягам после завода надо отдыхать, так сказать, делать количество зрителей на стриме, а писать в чат ничего не нужно, потому что мы просто отдыхаем. Такие вот новости. Если вы хотите стать нашим корреспондентом, подписывайтесь на мой телеграмм, стримник 1, либо просто стримник. Новости будут продолжаться, если они будут актуальны. Спасибо за просмотр. Всем до свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok